приветствую всех вас на 15 серию над облаками я думаю сегодняшняя серия расскажет нам о том что является сущностью бхакти здесь мы расскажем о ханумане который размышляет о том что необходимо чтобы стать другом господа рамы вот что он говорит человек не может с верховным господом рамачандры на основе материальных качеств таких как рождение в эстетической семье красота разум высокое происхождение ни одна из ни одной из этих качеств не является предпочителем для дружбы господом рамачандры противном случае как возможно что хотя мы не цивилизованные жители леса не знать знать не знатного рода у нас нет физической красоты не мы не можем говорить как джентльмены все же господь рамачандра принял нас своими друзьями чтобы стать другом богом материальные качества не помогут есть другое качество которое необходимо это лоль я или искренне сильное желание вот эта цена божественной дружбы такие вещи как высокое рождение и так далее не подходит те кто имеет искренне сильное желание и кто с преданностью любовью обращается господом всегда находится в сердце господа но увы это сильное желание очень сложно иногда получить иногда наш ум охвачен материальным желанием и другими сильными желаниями к материальным вещам поэтому преданный кто видит что он разделен должен обратиться к господу с молитвой есть прекрасная молитва в пятой песни девятнадцатой главе пятнадцатом стихе где господу обращаются за помощью поэтому у господь трансцендентности пожалуйста помоги дав нам силу совершать бахти йогу чтобы мы могли контролировать беспокойные умы и зафиксировать их на тебе мы все заражены твоей иллюзорной энергией поэтому мы очень привязаны к телу которая наполнена испражнениями и мочой и также привязаны ко всему что касается тела по всему кроме преданного служения тебе и нет способа оставить эти привязанности поэтому пожалуйста даруй нам это благословение да используйте вещи материальные энергии преданном служении и когда это будет сделано вы почувствуете очищение в сердце в положении когда мы все еще здесь и не там мы должны брать весь вещи отсюда боди the mind тело ум свои навыки и так далее и подумать как мы можем использовать все это в преданном служении очень хорошим примером является кула веча бедняк который служил господу предлагая ему овощи и бананы и все что связано с бананами он был продавцом бананов в риндавин дастакур описывает его господь рама и шива льют слезы наблюдая величие этого при простого преданного человек не может достичь господа кришну никаким количеством богатства последователей или знания господа читания махапрабу можно достичь только благодаря чистой преданности это послание повторяется и в играх господа рамы и в играх господа кришны и несомненно в играх господа читания махапрабу форма форма шат буджа господа говорит нам будь искренним и шаждущим правопада пишет об этом удивительным преданным он говорит махапрабу был очень искренне и преданной коловича швидара и его единственным занятием было продавать тарелочки из коры бананов и весь доход который получал 50 процентов он тратил на поклонение матери ганги а остальные 50 процентов он тратил на себя я должен сказать что нельзя разбогатеть в бенгалии продавая банановые тарелочки их так много и они очень доступны поэтому в целом он был очень бедным и жил в домике с дырявой крышей он не мог позволить из тебе бронзовые чашечки поэтому он пил воду из железной кружки и все же он был великим преданным господа шичитании махапрабу мы слышали что махапрабу любил его настолько что однажды после громкого и длинного киртана он пришел с группой киртана дом коловеча швидара где он увидел только железную кружку которая была разбита старая сжавая она стояла перед дверью и он хотел что-то получить от своего преданного настолько что он выпил воду из этой железной кружки и все же коловеча был великим преданным господа он является типическим примером как бедный человек без материальных накоплений может стать самым возвышенным преданным господа урок который мы можем извлечь отсюда вы можете быть самим собой нет необходимости притворяться кем-то другим считается только очищение зеркал вашего сердца чтобы чистое желание могло просветиться оттуда несколько дней назад мы праздновали хануман джаянти и я слышал историю которая меня очень впечатлила история которая подсвечивает сокровенные отношения между господом и его простым преданным когда господь рамы приходит на эту землю шива приходит как хануман который всегда воспевает говорится что однажды рама читал книгу и заголовок этой книги был имен имена преданных которые никогда не забывают святые имена господа рамы когда хануман узнал об этом чем он побежал как лев оттуда где он был в комнату где господь рамачандра читал великим нетерпением он сказал господь можно я посмотрю книгу рамачандра вручил ему книгу и сказал да и хануман быстро пролистал книгу пытаясь найти свое имя но там не было его имени заплакал и разрыдался я воспеваю свое имя но книги в книге моего имени нету когда рама увидел слезы ханумана он обнял его и сказал у меня есть вторая книга посмотри в нее хануман пролистал эту книгу и там было только имя ханумана хануман спросил а что это за вторая книга рама ответил это книга имен преданных которых я лично никогда не забываю они в моем сердце да мы можем воспевать большое количество кругов но господь думает постоянно только тех преданных которые воспевают с любовью и сильным желанием достичь господа хорошо зная что они может быть нематериально опцировать по крайней мере духовно квалифицировать хотел бы закончить этот эту серию передав вам очень могущественное послание оно уже известно вам а также дав вам небольшое домашнее задание которое следует из этого это цитата от человека которого зовут виктор франкл который написал о смысле жизни он говорит не пытайтесь достичь не ставьте своей целью успех чем больше вы ставите целью успех тем меньше вероятность что вы достигнете его успех или счастье нельзя к нему стремиться оно должно следовать за чем то другим это произойдет как нежелаемый побочный эффект когда человек посвящает себя цели которые больше его или как следствие когда человек предается кому-то отличному от себя ханаман предался полностью служению господу раме он говорит о господь рама человек может стать твоим другом не благодаря высшему рождению либо знанию учености или красоты но благодаря искреннему сильному жажде сильному желанию пожалуйста подумайте об этом и подумайте как в течение недели вы можете увеличить это желание это становится легче когда вы слушаете о качествах господа и также становится легче когда вы думаете об истинной цели вашей жизни тогда вы подумаете я хочу только этого так что давайте питать наше сильное желание простой практикой слушания о господи которому мы стремимся благодаря слушанию того что удовлетворяет его спасибо огромное желаю вам всего наилучшего и жду вас на следующей серии над облаками спасибо 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 спасибо